Сейчас сверху немножко обыкновено масло, жир, сок, все сюда выводил. Малик Яшин, отец Илзат Малик. Ассалам алейкум, уважаемые зрители моего YouTube канала. Я нахожусь у себя дома и сегодня мы со своим отцом приготовим шашлык. Привет, я Малик Яшин, отец Илзат Малик. Приветствую вас все, дорогие зрители. Я рада, мой сынок вышли на YouTube. Это можно не говорить. И значит мы сегодня с моим папой будем готовить шашлык по-уйгурски. Значит, чтобы у вас было понимание, отец будет готовить из баранины исключительно, да? А я сделаю из курицы шашлык. Так что, дорогие мои, кому желание есть, потом на YouTube канала смотрите. А почему вы такие длинными кусками нарезаете? Да, я сейчас это, это слишком маленький тоже не пойдет. Он должен быть сочный. И не до конца его отжаривать. Если баранины, нельзя мелком резать. Почему? Потому что он, когда жаришь, он засухает. Поэтому его надо побольше резать. Вот таком, вот таком куском надо резать. У нас сегодня это ягненок. Ягненок? Да. Молодой был, да? Молодой, 9 месяцев был. А я вот что-то не вижу, курдюка у вас. Я здесь без курдюка. Потому что свое вот это жир схватает. Ага. Значит, вот сейчас батя объясняет, да, что если бы у нас была чистая филеха, тогда мы бы, конечно, добавили бы внутренний жир. Вот. И либо курдюк. Сначала немножко лук. Да, лук. Вот. Это один-два головка лука. Лук обычно добавляем для куса. Кус и... Мягкие, ну, говорят. В общем, батя говорит, он добавляет лук для вкуса, а также сам сок слегка размягчает мясо. Сейчас добавляем соль. Ну, для вкуса. А какую соль используете? Крупную, мелкую? Нету разницы. Крупную, мелкую. Так, а без разницы. Так, где у нас красный перец добавляем? Ну, полугорки. Как желание есть у кого какой. Ага. То есть по вкусу, да? Так, сейчас обычная вода, да? Да. То есть это не газированная? Нет, нет, нет. Просто пресная вода, да? Да. А воду для чего добавляют? Он был сочный и не загорел. Чтоб не подсох, да? Да, не подсох. Давай еще. Давай я воду. Никакой газированной водой, никакой. Просто, когда будет, ну, коваятиня или старый баран, если тогда можно добавлять в газированную воду или с колу, или с квасом. В нашим рецепт мы только добавляем лук и это, перец, соль и все, больше ничего не надо. Когда жарят будем, остальные приправы потом добавляем. Сейчас пусть постоит где-то полчаса, час, а потом пожарим и все. Итак, друзья, в общем, отец замариновал уже баранину, и я, как обещал, сделаю маринад для курицы. Что нам понадобится? Курица вообще отлично сочетается с молочными продуктами, да, в данном случае это кефир. 3,2% я взял, немного такой густой. Вот, значит, я заливаю небольшое количество. Теперь я добавляю аджику, вот так вот прям беру в наглую с ножа. Где-то полторы столовые ложки получается у меня на выходе. Аджика у нас острая, опять же, на любителя, да, можно взять неострую аджику и все будет аналогично. Теперь, значит, у меня здесь сборная приправа, универсальная и конкретно для шашлыка. Да, если у вас нет такой приправы, можно обойтись там солью, черным перцем и максимум там паприку добавить, да. Мне нравится вот универсальная приправа, либо приправа для шашлыка. Вот тоже свой интересный вкус такой получается. Значит, я всю пачку высыпаю. Дальше нам понадобится немного соевого соуса, условно там 50 грамм. Итак, я добавляю соевый соус, как уже говорил, да, где-то грамм 50. Вот. Значит, что касается курицы, у меня здесь голень, вот, можно взять филе. Ну и в конце добавим небольшое количество репчатого лука. Вот так вот нарезаю полукольцами и закладываю в наш уже готовый маринад. Все, друзья, сейчас мы это все дело перемешаем и дадим настояться там буквально полчаса и уже начнем жарить наш замечательный шашлык. Так, баранина уже замариновалась и отец сейчас нанизывает. Обычно баранина слишком маленькая и слишком большая, тоже не надо. Средний, короче. Угу. Сейчас курицу тоже надо будет нанизывать. Куриное горе или как называется? Нет, куриное голень. А, куриное голень. Да, вот так по три штучки нормально будет. Ну, как желание, кто-то здесь... Не, ну да, 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 вот, например, в России я заметил, что шашлыки большие, не как у нас, да, здесь, они же все равно миниатюрные. Там, да, там, и не любят. Кавказские вот эти шашлыки, но они тоже очень вкусные. Кавказский шашлык, да. Итак, шашлык у нас готов, мы его сейчас будем обжаривать, также немного овощей и грибов. Сейчас будем жарить шашлык. Это курица. Вот, теперь будем вставлять баранина, гриба, помидор и перец. Перец острый. В нашей семье все любят острое, поэтому парочка полугорького перца не помешает. Сейчас вверху немножко обыкновенное масло помажем. А вообще есть острое масло, называется лазаю. Раньше его, конечно, не добавляли, это вот по рассказам отца. Сейчас, как говорится, кухня на месте не стоит, поэтому начали придумывать всякие добавки, острое масло, малаю, лазаю, в первую очередь, конечно же, это товарный вид, да. В целом, я скажу так, я пробовал, поэтому особо как бы вкуса он не придает, да. Немного остроты, я думаю, это можно добиться с помощью обыкновенного там молотого перца, вот. Но такой вариант тоже имеет место быть. В чем фишка этого шашлыка? Значит, вы его доготавливаете там 90-95% и в самом конце уже посыпаете специями. Какие специи, я оставлю в описании названия и громовки. Будем теперь рассыпать приправу. Сначала перец красный сухой, а потом зря называется. Соль, консоль, будем рассыпать. Ну, одну струну, потом его вот так макать будем, он будет все нормально будет. А потом повернем. Все, можно немножко рассыпать. Лепешку сверху вот так поставим, вымотраем. Вообще, лепешка потоньше, да, должна быть? Да, лепешка потоньше должна быть. Так, это тонкая лепешка должна быть. Ох, мусор, оно. Потом возьмем лепешку, вот это все вот так сделаем. Жир, сок все сюда выводил. Ох, ох, ох. Еще раз сюда поставим. Немножко перчик. Козыряем. Вот так рассыпаем. И повернем. Поставим минуту. Чтобы лепешка прям максимально пропиталась соком от шашлыка, а также специями пряными. Также она немного разогреется. И все, убираем. Узик готов. Шашлык готов. Вот, друзья. И шашлык готов. Все, давайте будем дегустировать. Давайте, ребята. Ох, ты. Я там вон видел прям сок. Ох, сока, держи. Реально, друзья, бомба. Мясо мягкое. Специи все прям, знаете, баланс соблюден вообще отлично. Мне очень нравится. Надеюсь, вам понравился рецепт шашлыка от моего отца. Давайте накидаем ему лайков. Я думаю, ему будет приятно. Он также читает все комментарии. Так что подписывайтесь на канал. Давайте развиваться вместе. Всем пока. Спасибо. Итак, друзья. Мы сегодня с моим братом решили сделать небольшой подарок нашему отцу. Подарить ему уйгурский инструмент под названием дот-тар. Ему там 90 лет, спасибо пацанам, Скороболтов, Ван Рул. Спасибо, брат. Вот. И сейчас мы пройдем, сделаем приятно отцу. Вот это батина мечта была в последнее время. Все. Настроите его только. Спасибо, Санок. Спасибо. Бажанство. Спасибо, Санок.